Американцы рисуют очень интересно эту третью мировую. Вот Сипри там посчитала количество боеголовок, завысив у нас и немножко занизив у американцев. У них там все хорошо получается, они говорят, 56% наших боеголовок будут сбиты. Дай бог мы этого не узнаем. Дай бог, чтобы этого не произошло. Алкадегенерал Гурулев анонсировал скорую победу над здравым смыслом. Потому что совсем скоро в Казани состоится саммит БРИКС, где появится новая валюта, которая наконец-то якобы похоронит доллар. Судя по так называемой Олимпиаде стран БРИКС, проводимой также в Казани, результат вполне прогнозируем. Ну, на каждый вызов должен быть ответ, наверное. А самое главное, что на сегодняшний день я очень жду осеннего саммита нашего БРИКС в Казани, на котором все-таки я очень сильно надеюсь, что появится та валюта, при которой доллар практически будет нам не востребован. Вот. И называть я ее предлагаю, знаешь как, это же БРИКС, я предлагаю ее назвать БРИЧКА. Это вот такой значительный будет прорыв, по моему глубокому мнению. Если хотите, победа. Победа. Ну, говорил о необходимости прорыва. Если мы не сделаем этот прорыв, в этом вся суть. Нужно осуществить, я говорил об этом не случайно, в послании. Прорыв. 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 Ромальцев, который выиграл золотую медаль на играх БРИКС у самого себя. В таком виде он выступал на соревнованиях в 2015 году. Мы миролюбивая страна и очень миролюбивый, многострадальный народ. И эти дикари теперь всему цивилизованному миру рассказывают про спорт вне политики. А игры БРИКС якобы основаны на этом принципе. У нас нету никакого стремления к войне или к тому, чтобы делать нечто, что могло бы причинить вред другим. Агентство пишет, что впервые за 24 года Путин начал летать по России в сопровождении российских истребителей. Во время полета в Якутск его сопровождал как минимум один истребитель Су-30СМ. Ну, рейтинг же 87%, правильно? Можно и в бронежилете походить, можно и в сопровождении истребителя полетать. Здравствуйте. 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 Отлично. Вы даже меня похожи. Да. Наваливайся. Наваливайся. Мы все друг на друга похожи. Мы все друг на друга похожи. Нас же по одному принципу подбирали и гримировали. Пойдем в стыню осмотреть. Пойдем. Похож. Точно похожи. Хорошо загримировали. Помните счастливчика из Якутии, который выиграл лотерею 10 миллионов рублей? Все деньги спустил, подписал контракт и едет на войну с Украиной. Медведев прилетел во Владивосток и уверяет, что у него все нормально. Вспомните, какой это по счету ваш визит во Владивосток и, может быть, ощущение первого посещения Приморского края сейчас? Я вам не смогу сказать, какой это визит, потому что я все-таки в Владивостоке бываю регулярно. Я регулярно бываю в Екатеринбурге. На Урал люблю заскочить. А сегодня приехал откупорить бутылочку Владивостока. Значит, ну я помню, когда был первый визит, когда я впервые посетил Владивосток. Это было в 2004 году. Ну, в 2004 году я еще неопытный был. В Сарказе-Берлусконе пришлось под руки меня держать. Приходилось. Но с тех пор я набрался опыта. Натренировал печень. И теперь у меня все гуд. И вот прошло ровно 20 лет. Впечатления у меня самые благоприятные, поскольку... С утреца стакан раздавил. И впечатления самые благоприятные. А к вечеру протразвею. И ждите снова новый пост в Телеграм. Тем временем во Владивостоке американского военного приговорили к 3 годам и 9 месяцам колонии. По обвинению в краже 10 тысяч рублей у россиянки. Гордон Блэк поссорился со своей девушкой Александрой Ващук. Якобы схватил ее за горло и украл деньги для оплаты отеля. Американец говорит, что его девушка сильно напилась и первая начала его бить. Тогда он ушел от нее в отель и взял деньги в долг. Но вернул на следующий день. Казалось бы, бытовая ссора, маленькая сумма, но все равно реальный срок. Непонятно, было ли реально преступление или нет, но в любом случае уверен, что этот американец будет использоваться в качестве обменного фонда. В Петербурге четверых человек задержали за полуголую фотосессию на кладбище. Участниц фотосессии Анну Пантелееву и Кристину Рожкову, а также фотографов, обвиняют в нагдругательстве над местами захоронения. Заявление написали профессиональные доносчики. Также на девушек устроили травлю. Пантелеева заявила, что таким образом пыталась пережить изнасилование, а также удалила фотографии, извинилась и пыталась уехать из страны, но не успела. Теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы. Это безумие, конечно. Ну, разделись и разделись. Достаточно, чтобы просто сторож метлой прогнал с кладбища. В Чите 12-летний школьник поджег тополиный пух и случайно сжег шесть автомобилей. Полиция уже опросила ребенка. Родителям, вероятно, придется раскошелиться и возместить ущерб. Джо Байден амнистировал полумиллион от супругов граждан США, подлежащих депортации. Те супруги, которые нелегально находятся в стране не менее 10 лет, получат разрешение на работу. Нелегальная миграция – один из самых острых вопросов в Штатах, особенно перед президентскими выборами. В Мекке погибли около 550 паломников. Причиной гибели такого большого количества человек стала жара более 50 градусов. Многие не зарегистрировались заранее, и их прибытие вызвало хаос в лагерях помощи верующим. Они не имели доступа к воде и укрытиям от солнца. Канада ввела санкции из-за смерти Алексея Навального. В список попали 13 человек – судьи, прокуроры, следователи и сотрудники колонии, которые были причастны к жестокому обращению и убийству Навального. На дне Ладожского озера обнаружили старинное судно с сокровищами. Дайверы на глубине 34 метров нашли судно с изображением Левиафана, а на нем телеграф, камин, керамические сосуды и чашки, а также камни, похожие на жемчуг. И еще одна находка обнаружилась в Белом море. Там нашли пароход по морю, который пропал 83 года назад. Вероятно, корабль подорвался на мине, а все моряки и пассажиры погибли. Она утонула. Конгрессмен-демократ Тед Лиу заявил, что вскоре Украина получит карто-бланш. А лидер демократов в палате представителей Питт Агилар добавил, Байден и его администрация уже работают над тем, чтобы предоставить Украине дополнительные дальнобойные ракеты, необходимые, цитата, для победы над Россией. Дескать, то, что Запад уже видит в Крыму и на Донбассе, нужно перенести на приграничные с Харьковом российские регионы. Речь про удары крылатыми ракетами «Скальф», «Стормшэдоу» и «Атаканс». К югу от Крыма, причем сутками пролет, висят американские беспилотники-разведчики RQ-4 «Глобал Хок». Чем они там занимаются? Секрет Полишинеля. А значит, их уничтожение – это вопрос нашей национальной безопасности.